всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 10 давайте продолжим изучать записи я сейчас захожу в свою запись которую мы сами сделали в прошлом уроке также моя рекомендация для набивки руки до создайте там около десятка разных записей для разных рубрик давайте посмотрим что мы здесь еще не тронули вот о редакторе то есть вот эти кнопочки до которые позволяют нам упростить размещение записей в блок wordpress ну и дополнительные функции мы это рассмотрим в отдельном уроке также медиа менеджер мы тоже рассмотрим в другом уроке давайте посмотрим что здесь еще есть после заголовка у нас с вами идет ссылка это та ссылка как она будет выглядеть в браузере сейчас она у нас не готова мы можем ее изменить нажав на кнопку изменить и изменяем мы только именно хвост то есть именно нашу запись как она называется она ни в коем случае не должна быть на русском языке она должна написано быть латиницей обязательно это с точки зрения seo да на русском это будет очень плохо работать но нам будет проблематично каждый раз перемен переименовывать на латиницу каждый наш пост есть замечательный плагин мы его обязательно позже рассмотрим который в автоматическом режиме будет переводить в транслит все наши русские заголовки то есть по сути заголовок вот этот вот он подтягивается именно вот отсюда заголовка записи подтягивается именно в адрес да то есть адрес по сути который выглядит вот здесь если мы зайдем внутрь статьи вот он здесь подставляется конечно же это неправильно как я уже сказал и это будем делать также позже немного слов скажу о самой статье как я уже сказал нужно делать весомые статьи поисковики любят много текста да но не забывайте разбавлять текст картинками и заголовками разного уровня от h2 и вниз и как примерно это должно выглядеть смотрите у нас есть анонс у нас есть с вами изображение дальше так red more и идет какой-то текст его может быть больше да потом нужно как-то разбить на абзацы и например хотим сделать еще один заголовок статья то мы обязательно его делаем в h2 мы его вот так выделяем кликаем вот здесь вот есть в редакторе абзац на стрелочку и выбираем вот заголовок h2 то есть вот так это выглядит потом идет у нас текст картинка или наоборот можно сразу после заголовка разместить изображение я возьму другое какое-то изображение не забываем проставлять тег alt это для seo некий тайтл для изображения да опять же какой здесь alt повесить если у нас для первого картинки alt есть уже alt основного заголовка вы можете взять под заголовок он же будет отличаться у вас от основного заголовка вашего текста и поместить его спокойно в alt сюда так вставляем это изображение так вот смотрите видите я уже что-то не так сделал у меня заголовок удалился скорее всего он был выделен как быстро отменить действия неправильно назад вот опять же сейчас уже частично мы затрагиваем редактор вот здесь есть такая кнопка стрелочка до отменить мы на нее кликаем вот видите заголовок был выделен и удалился из-за этого то есть я его снимаем ему выделение нажимаю enter чтобы курсор мигал с новой строчки да и теперь уже смогу изображение вставить без проблем немного слов об изображении если мы уже в самом редакторе кликнем на изображение да тут появляются такие маркера по краям за которым можем зажать левую кнопку мыши и потянуть чтобы изменить размер дальше мы можем здесь выровнять изображение как-то да и есть удалить и карандашик изменить если мы кликнем также здесь есть интересная опция сейчас вам покажу во-первых размер вот здесь вот можно выбрать больше потому что само изображение больше да например вот 840 она здесь сразу увеличивается нажимаем обновить и здесь уже в статье она будет больше то есть вы работа с картинками вот такой вот тоже проводите уже смотрите как лучше смотрится да но опять же здесь большое изображение вот видите две тысячи пикселей на 1200 мы такие большие стараемся не загружать статью а просто это изображение уже было здесь поэтому я с ним и работаю вот есть такая кнопка редактировать ну здесь понятное дело можно поворачивать изображение настройки миниатюры ввели какие-то значит изменения нажали сохранить вот здесь например вот у нас большое изображение пускай она будет маленьким но нам надо чтобы при клике она например раскрывалась во весь размер то вот здесь мы выбираем с вами медиафайл и нажимаем обновить нажимаем обновить здесь на главной странице сайта переходим нашу запись обновляемся изначально вот такое небольшое если мы кликаем она раскрывается как бы во всю свою ширину плюс у нас еще курсор меняется на лупу с плюсом значит мы можем еще раз кликнуть увеличив ее в оригинальный размер теперь у нас лупа преобразовался в иконку с минусом значит если мы кликнем изображение убавится до соответственно чтобы на попасть назад на сайт нам нужно нажать здесь назад но это возможно вам не подойдет опять же есть специальный плагин lightbox который очень красиво при клике будет не так вот открывать а во всплывающем окне находясь на странице да опять же это можем мы рассмотреть с вами в следующих уроках по поводу вот наполнение статьи в этом уроке я пока ничего больше не скажу примерные как должна выглядеть статья вам показал разбивайте абзацы на заголовки под заголовки разбивайте текст картинками соответствующими картинками как использовать вот жирность там наклон подчеркивание и так далее цвет нумерация списка и так далее как вставлять ссылки ссылочная перелинковка все важные темы обязательно следующих уроках что в этом уроке я хотел еще вам сказать давайте посмотрим вот на этот блок опубликовать мы с вами уже умеем обновлять опубликовывать и удалять здесь у нас есть еще кнопка просмотреть изменения то есть это как бы предпросмотр статьи но обычная кнопка посмотреть что у нас получается до того как мы нажмем опубликовать страницу точнее запись смотрите здесь есть статус опубликовано если нажмем изменить у нас всплывает такая опция где мы можем из списка выбрать на утверждение и черновик черновик это значит только вы сможете видеть никто это видеть больше не сможет то есть мы статью подготовили здесь все сохранили нажали черновик окей и обновить чтобы ну например у нас публикация статьи запланирован там на другое время например или статья не доделано соответственно на утверждение ну это обычно если у вас есть какие-то специалисты которые журналисты до которые ведут ваш блок то есть вы платим деньги они наполняют ваш блок статьями и обычно в статус попадают в черновик их не работа в их модерируете смотрит если все хорошо то начинаете опубликовывать данную запись на сайт а дальше видимость здесь есть открыто прилепить на главную страницу защищена паролем личная да ну давайте посмотрим прилепить на главную то есть смотрите у нас сейчас эта статья она у нас на самом верху дам запись потом идет у меня другая дама запись а потом идет привет мир вот она например привет мир давайте ее и попробуем идем записи привет мир то есть новые статьи добавляются как бы сверху до зашли в запись привет мир переходим а вот здесь видимость прилепить обновить чтобы вы лучше понимали как это работает нам нужно это посмотреть вот привет мир эта статья она будет всегда первый всегда наверху все новые добавленные записи будут публиковаться после нее какая-то важная запись в любой момент вы можете это снять нажимаем обратно изменить и снимаем галочку вот интересная опция защищено паролем если выбираем то появляется поле куда мы можем ввести пароль окей обновить возможно какой-то платный контент обновляемся вот у меня защищено паролем то есть мы не можем ничего здесь посмотреть да это интересная фишка такого в джумле вообще нет я ввожу вар пароль давайте я веду неправильный пароль войти то есть ничего нет вообще нужно было бы чтобы здесь висело предупреждение что пароль недействительный может быть это в коммерческих шаблонах продумано нажимаем войти добро пожаловать wordpress это ваша первая запись то есть все как бы да мы ее видим этот текст текст этой записи вот он то есть мы открыли с правильным паролем данную запись вот такая есть прикольная здесь вещь давайте я перейду в демо запись и личная да есть еще то есть давайте посмотрим обновить личное скорее всего будет видеть только вы все это личная я как администратор вижу здесь подставка личная да если мы нажмем здесь выйти значит получается гости которые зайдут на сайт они видят его в таком виде и демо запись 2 не видит вообще личная то есть вы видите только вы вот такие здесь есть интересные вещи дальше очень полезная вещь это редакции есть кнопка просмотреть также редакции нас отображаются здесь и сразу здесь даже удобно по датам что это такое кстати вот здесь вот можно будет отключить редакции вот здесь вот сняв галочку редакции отображаться ниже не будут смотрите давайте все-таки включим потому что это удобнее когда видно даты то есть это дублируется редакции здесь и редакции здесь например какая-то большая статья что-то вы здесь сделали не так и долго менять обратно автоматические редакции копии ваши записи были созданы в разное время вы можете как бы сделать откат вашей записи до предыдущие даты так скажем как все равно чтобы кап сайта то есть кликнем например по вот этой дате и здесь есть дама запись дама запись содержимое вы можете сравнить ваши записи и вот здесь есть такой ползунок редакция 17 назад 10 минут назад и так далее выбрать как бы предыдущую копию записи как она может отличаться то есть выглядит по-другому она вам может больше подойдет как вы раньше это сделали тогда вы этим ползунком например выбираете и а восстановить эту редакцию нажимаем на кнопку и здесь еще есть такая возможность сравнить любые две редакции если кликнем галочку до слева редакция за 25 21 декабря до время 17 15 и за 17 17 да и написано вот слева и вот справа редакции то есть сравниваем также здесь вот такой ползуночки есть вот я достаточно часто пользовался этой штукой это очень полезная вещь дальше смотрите у нас в вордпрессе есть уже встроенные комментарии это очень круто в джумль такого нет там все время нужно искать какой сторонник компонента здесь есть родные комментарии то есть вместе с движком они идут для каких-то записи возможно вам нужно отключить комментарии то здесь есть такая опция видите разрешить комментарии вот снимаем галочку обновить сейчас видим поле комментариев обновляем страницу комментарии исчезают дальше интересные виджет формат вот здесь вот мы можем увидеть в данной теме именно в этом шаблоне и скорее всего других бесплатных темах wordpress вы не увидите разницу что это такое вот заметка можем выбрать там видео если тема шаблон не поддерживает вот эти вот виды а эта тема не поддерживает как я уже сказал то вы ничего не увидите это просто как бы отображение полностью может поменяться внешний вид данной записи например если у вас эта запись содержит видеофайлы много видеороликов то здесь бы подошел формат видео то есть опять же видите в вопросе о выборе темы для wordpress нужно учитывать еще и это чтобы тема поддерживал вот эти все форматы потому что это очень крутая штука если ваша тема вам нравится и вам формат особо не нужны ну или даже если они нужны но тема вам нравится и она не поддержит эти форматы то здесь она занимает место и вам она здесь без надобности ее нужно отключить мы просто идем в настройки экрана и вот здесь вот формат и снимаем галочку убираем ее с панели чтобы ее здесь вообще не было также вы можете сами добавить прямо отсюда заминки комментарии к данной записи до нажав на кнопку комментарий здесь если вам здесь также комментарии выводить не нужно потому что если у вас будут на сайте что-то комментировать вы здесь авторизованы как админ можете отвечать прямо отсюда с фронтальной части сайта на комментарии если вам здесь это не нужно также можно это отключить то есть комментарии снимаем галочку все комментарии внизу не выводится то есть мы убираем с вами все лишнее чтобы нам ничего не мешал на этом данный урок и заканчиваю надеюсь для вас он был интересным и полезным и увидимся с вами в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема vp значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok